МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами программа подробно на телеканале 24КЗ. Здравствуйте. По меньшей мере 120 человек погибли, более 270 получили ранения в результате серии взрывов во время пятничной молитвы на территории главной мечети города Кана на севере Нигерии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка Бока-Харам, которая ведет вооруженную борьбу с правительством, стремясь создать в государстве исламский халифат. Нападение совершили два террориста-смертника, проникшие внутрь храма. Затем еще 15 боевиков открыли огонь по беззащитным прихожанам, которым совершенно негде было укрыться. Это уже четвертый за последний месяц террористический акт, совершенный Бока-Харам в 180 миллионной Нигерии. О том, что это за организация и чего она добивается своими кровавыми вылазками в сегодняшнем выпуске программы подробно. Бока-Харам – радикальная нигерийско-исламистская группировка, скорее даже секта. Ее название с языка хаоса, на котором разговаривает большинство населения Черной Африки, можно перевести как «западное образование грех». Именно искоренение западного образа жизни, а также ведение шариата на всей территории Нигерии является главной целью этой организации. Широкую известность Бока-Харам получил в 2002 году, когда ее возглавил Мухаммед Юсуф, у которого был совершенно особый взгляд на мироустройство. К примеру, Юсуф отрицал круговорот воды в природе, сферичность земли, теорию Дарвина. Лидер группировки выступал против таких достижений цивилизации, как телевидение и радио. При этом, правда, с удовольствием разряжал на дорогих автомобилях и общался по мобильному телефону. Мухаммед Юсуф был уничтожен нигерийскими силами безопасности в июле 2009 года. И с того времени Бока-Харам принялась мстить за гибель своего вдохновителя. За минувшие пять лет жертвами террора стали более 10 тысяч жителей этой страны. Около 700 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и бежать за пределы Нигерии. Фактически, группировка ведет войну против властей, выбирая в качестве целей армейские и полицейские объекты, а также нападая на старейшин и лидеров религиозных общин. Как раз месяц назад Сануси Ламида Сануси, эмир главной мечети города Кана, где и был совершен последний теракт, призвал население региона взять в руки оружие для борьбы против Бока-Харам. Он поставил под сомнение способность нигерийской армии защитить народ от боевиков и назвал их исчадием ада, что, вероятно, и привело к активизации террористов, которые за минувший месяц убили не менее 200 мирных граждан. 3 ноября радикальные исламисты, не скрывающие своих связей с Аль-Каидой, организовали взрыв в городе Патискум. Во время религиозной церемонии местных шиитов при огромном скоплении людей террорист-смертник привел в действие поезд шахида. В результате погибли по меньшей мере 15 человек, более 150 получили увечья. 10 числа последнего осеннего месяца в этот небольшой по нигерийским меркам город с населением 200 тысяч человек вновь пришла беда. Террористы перешли все границы, взорвав крупнейшую Патискум межшколу. Перед началом занятий, когда у входа в учебное заведение было по обыкновению многолюдно, в толпу школьников врезался грузовик, начиненный взрывчаткой. Этот кощунственный акт насилия унес 48 подростковых жизней. Спустя всего два дня, 12 числа, мощный взрыв произошел в колледже города Кандагора. Во время сдачи экзаменов в аудиторию ворвалась террористка-смертница и совершила самоподрыв, который стал причиной гибели 10 студентов и двух преподавателей. После этого теракта все учебные заведения Нигерия были закрыты на неопределенное время до особого распоряжения президента Гудлака Джонатана. В стране уже больше года действует чрезвычайное положение, но школы, колледжи и возы до недавнего времени работали. В плену группировки до сих пор находятся более 200 девушек в возрасте от 16 до 18 лет. Они были захвачены во время нападения боевиков на школу города Шибак еще 15 апреля. 57 девушкам удалось бежать, но судьба 219 все еще неизвестна. Между тем, главарь Бока-Харам Абубакар Шекау заявил, что все оставшиеся в заточении школьницы были насильно выданы замуж за боевиков группировки. Бока-Харам Бока-Харам – самая многочисленная и богатая террористическая группировка Африки. По данным журнала Forbes, ежегодный доход этой преступной организации составляет 25 миллионов долларов. Однако источники ее финансирования неизвестны. На этом все. Напомню, что все наши выпуски вы можете посмотреть и обсудить в аккаунтах подробно в популярных социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Берегите себя.